Жители дома по адресу Марата 17 уже который год не могут добиться, чтобы их жилище признали аварийным. Дом в центре города коммунального типа. В здании не проводился капремонт последние несколько десятков лет. Течет крыша, проваливаются полы, в санузле общего пользования отсутствуют даже двери в помещении. Вдобавок ко всему перечисленному, днём 6 апреля в одной из комнат произошел пожар. Пострадавшим оказался мужчина-инвалид. Соседи также все пребывали в панике. Большинство выбегали на улицу в домашних пижамах, уже не надеясь, что вернутся в свои гнилушки. Как мы все напугались, мы побелели все. Мы не знали вообще, что нам делать. Мы в тапочках повыскакивали, дети у меня без носок, этот голый. Мы все в страхе стояли, мы не знали, что нам делать вообще. По словам очевидцев, пожар моментально охватил жилую комнату, однако в тот момент пострадавшего в ней не было. Когда огонь потушили, мужчина оказался не у дел. Соцзащита оперативно нашла родственников Погорельца, однако из четверых его совершеннолетних детей никто не согласился приутись родителя. Так инвалид и провел всю ночь у попелища своей квартиры. Только утром при содействии социальных структур мужчину госпитализировали в больницу. Остальным гражданам, пострадавшим при тушении пожара, уже оказана помощь по программе «Забота». Те, кто пострадали и потеряли вещи в случае пожара и проливки при тушении, они уже сегодня подали документы на адресную помощь, и, безусловно, помощь будет оказана в кратчайшие сроки. Министр лично осмотрела текущее состояние жилого дома. Она взяла на контроль семьи, нуждающиеся в квартирах из маневренного фонда. К тому же ситуацию с проблемным домом на свой контроль взял губернатор. Каждому пострадавшему от пожара будет оказана адресная помощь. А вот мужчину-погорельце после стационарного лечения в больнице затем переместят в специализированные учреждения социальной защиты. Пока что судьба дома неизвестна, но очевидно, что жить в таких условиях невозможно. Мы будем следить за развитием событий.